Океан полон монстров разных размеров, и если вам кажется, что акулы это самое страшное, с чем можно столкнуться, тогда вы просто не слышали о гигантских кальмарах. Именно эти существа и породили легенды о жутком Кракене, но насколько эти легенды реальны? Давайте разберемся. В этом выпуске я расскажу вам о морском чудовище, вызывающем ужас и восхищение одновременно. Зарождение истории Многие думают, что самыми сильными подводными существами являются киты или же акулы. Да, оба этих морских создания довольно крупные и в то же время могучие, но поверьте мне, по сравнению с тем, о ком у нас пойдет речь, они совершенно безобидны и не опасны. Главным хищником в воде, если верить легендам и рассказам всех моряков, является Кракен. Этот гигантский головоногий моллюск, по которому сегодня создают фильмы, делают игры или пишут книги. Мы веселимся и не видим в этом никакой проблемы, но так ли все спокойно на самом деле? Известная история Кракена началась в далеком 1751 году, когда в одной из достаточно популярных публикаций описывался некий монстр глубин, с которым встречались рыбаки. Это существо, также называемое Краксеном или Краббином, никогда не появлялось полностью из-за его огромных размеров и в основном подводного существования. Но детали, которые собрали авторы статьи, заставили его и других читателей поверить в существование монстра. Местные рыбаки говорили, что этот гигант особенно часто появлялся в жаркие летние дни. Якобы он демонстрировал всем лишь малую часть своего могучего туловища. В силу неведения, люди не знали, чего от него ожидать и всерьез думали, что никакой опасности он не представляет. Даже наоборот, рыбаки первое время осознанно плыли прямиком к Кракену, ведь обычно под ним скапливалось достаточно много рыбы, что не могло не радовать алчных людей. Однако такая радость длилась недолго. Совсем скоро люди поняли, что шутки с ним плохи. Этот здоровяк начал агрессивно реагировать на каждую лодку, которая пыталась украсть у него добычу из-под носа. Гигантский кальмар хватал судно своими здоровенными щупальцами и не позволял им уйти. Оказавшись в его объятиях, людям ничего не оставалось, кроме как выпрыгнуть за борт и надеяться на то, что им удастся уплыть оттуда на спасательной шлюпке. К счастью, некоторым так и удавалось совершить легендарный побег. Они прибывали к берегу и первым же делом с испуганным, просто кошмарным лицом рассказывали о случившемся жителям. Как оно обычно и бывает, слухи моментально распространялись и совсем скоро о легендарном Кракене знал едва ли не весь мир. Но, несмотря на это, Кракен неожиданно для всех стал вести гораздо более скрытый образ жизни. Он не появлялся так открыто на глазах у рыбаков и в какой-то момент будто вообще пропал с лица земли. По крайней мере, так думали те самые авантюристы, которые искали монстра десятилетиями. Поиски продолжались до 1861 года, пока французы не направились в Гвиану. Парадокс в том, что эти моряки даже и не думали никого искать, но им улыбнулась удача. Хотя, скорее, она от них наоборот отвернулась. Во время плавания один из моряков закричал. «Вижу неизвестную гигантскую тушу прямо по курсу! Капитан, что прикажете делать?» Взбудораженные моряки тут же выскочили на палубу и стали смотреть, про кого говорил их коллега. К превеликому сожалению для многих, это был Кракен. Тот самый монстр, о котором знал каждый уважающий себя моряк, но мысленно не хотел с ним встречаться. Азартные французы тут же вступили в горячий спор. Одни доказывали, что это опрокинутая шлюпка. Другие решили, что перед кораблем всего лишь гигантский пучок свалявшихся водорослей. Третьи настаивали, что это, наверное, тело лошади, упавшей с палубы какого-то судна. Четвертые предположили, что это не лошадь, а всего лишь бочка. Но была и пятая, настоящая версия. Капитан корабля не повелся на теории своих коллег. Он понимал, что, скорее всего, они наткнулись на того самого легендарного Кракена. Упускать эту возможность было нельзя, поэтому он распорядился подплыть к гиганту поближе. Но люди, как я уже отмечал, бывают алчными. Увидеть монстра им мало, они хотят поймать его, чтобы получить всемирную славу и стать невероятно богатыми. Именно поэтому капитан корабля приказал своим морякам достать пушки и начать стрелять по монстру. Ни к чему хорошему такие действия не привели. Трехчасовая битва лишь забрала с собой куски корабля, а также часть членов экипажа. Вместе с этим складывалось такое ощущение, будто сама мать природа против этой поимки. Неожиданная непогода, поднимавшая чересчур высокие волны, затруднила поимку животного. Несмотря на то, что поймать никого не удалось, люди все же нанесли последний удар. Один из гарпунов попал четко в цель. Он вошел прямо в это студенистое тело, после чего перепуганное животное извергло из себя массу жидких чернил. Вокруг разнесся сильный запах мускуса. Матросы накинули на зверя петлю, но радость эта оказалась преждевременной. Мощная волна отбросила корабль и выдернула гарпун из тела. В результате Кракен ушел, и люди остались без добычи. Это происшествие обрело очередной сильнейший резонанс, в ходе которого о случившемся узнали многие известные писатели. Под впечатлением оказался сам Жюль Верн, спустя 8 лет положивший этот случай в основу одного из приключений, пережитых экипажем капитаном Немо на Наутилусе. Что самое интересное, его рассказы были основаны на реальных событиях, в которых почти все верили. После той сумасшедшей трехчасовой битвы, монстр оставил людям в качестве сувенира свой хвост, что стало единственным и в то же время неопровержимым доказательством. Что было с Кракеном дальше? Кракен все сильнее стал перебираться с книг про мифических существ в научные труды. Это зашло настолько далеко, что монстра, поедающего китов, разрушающего суда за несколько ударов, а также не имеющего границы роста, поместили среди прочих головоногих. Моряки говорили, что нередко путали этого кальмара с целым островом, а если тому что-то не нравилось, он был в силах создать полноценный водоворот и разрушить тем самым хоть целую вереницу из кораблей. Согласитесь, когда все изо всех щелей трубят о таком вот могучем монстре, чрезмерность данных заставляет в них сомневаться. Со временем так и произошло. Люди начали смеяться над теми, кто говорил о существовании какого-то там Кракена. Единственное, на какой компромисс пошли ученые, так это они выделили новый род глубоководных кальмаров, который реален и в то же время является достаточно крупным. Зовут его Архитеутис, это один из самых больших кальмаров в мире на данный момент. Окончательно удостовериться, что гигантский кальмар – это не очередная выдумка мореплавателей удалось в 1861 году. В то время моряки французского судна нашли часть мертвого животного и доставили его для изучения на материк. Это был уже не непонятный хвост, а полноценная часть кальмара, поэтому в достоверности данных никто не сомневался. Хоть он и не был таким же крупным, как Кракен, его габариты тоже удивляли. Животное должно было весить несколько сотен килограммов и составлять в длину до 15 метров. В рацион гигантских моллюсков входит глубоководная рыба, а также другие виды кальмаров. Во время охоты Архитеутис ловит добычу с помощью присосок, которые расположены на его ловчих щупальцах. После захвата жертвы кальмар отправляет ее в длинный клюв, где она измельчается радулой, языком, покрытым мелкими зубцами. После этого еда переходит в пищевод. Считается, что этот монстр охотится в одиночку, никакая помощь ему не нужна. Но все же нас интересует не Архитеутис, а Кракен, гигант, существование которого так и осталось неподтвержденным, несмотря на ряд интересных и интригующих историй, связанных с ним напрямую. Хоть наука сегодня и не рассматривает его существование всерьез, по сей день в разных уголках Земли люди находят нечто странное, заставляющее задуматься. Так, например, в 2023 году в Японии на одном из побережий было заснято невероятно крупное создание, чьи размеры превышали несколько метров в длину. Вот только тут был один нюанс. Большинство ученых после изучения данных пришли к единому выводу, что этот монстр был еще совсем юн, а значит он вполне может увеличиться в размерах в несколько раз. Несложно прикинуть, что при таких раскладах это как раз и будет полноценный Кракен. Жаль, что люди отпустили этого кальмара и не смогли его как следует изучить. Вполне вероятно, он мог бы перевернуть историю. Другой, не менее интересный случай произошел в начале 2000-х годов. Тогда американский фрегат получил серьезные повреждения, находясь в море. Погода была ужасной, и моряки толком не смогли разглядеть, в чем же была причина такой поломки. Дабы исключить дальнейшие опасные последствия, корабль в срочном порядке доставили на ремонтную базу, где внезапно выяснились интересные подробности. Тяжелый купол сонара, который находился на передней части корабля, был разорван в клочья. Причем характер повреждений позволил сделать вывод, что нападавшее существо имело присоски. С большой вероятностью это был гигантский кальмар. Очевидно, это не мог быть обычный 10-метровый моллюск. У него попросту не хватило бы сил. Остается думать, что все-таки это был Кракен. Воды океана полны тайн и загадок. Часто они выносят на берег нечто, что может удивить и напугать людей. Далее я расскажу вам о самых больших существах, выброшенных на берег. Лобстер. Еще один вид водных обитателей, о котором знают все люди. Как минимум из-за того, что лобстер довольно вкусный и дорогой деликатес. Те, кто его покупали, помнят этот процесс вытаскивания мяса из маленьких тоненьких ножек, отколупывания панциря и все в этом роде. В общем, есть свои заморочки. Но если бы вам на стол принесли такого вареного лобстера, вряд ли бы вам пришлось запариваться над разделкой. Тут любой одной конечности хватит на целую семью. Верить ли в найденного людьми аномального лобстера или нет, решать только вам. Но смотрится он очень правдоподобно. Быть может, это кто-то из мутантов или просто один такой лобстер на миллион. В любом случае, снято это эффектно, и реакция людей заставляет во все поверить. Именно ее очевидцы нашли на пляже Калифорнии. Кстати, вы знаете, почему она так называется? На самом деле все просто. Дело в так называемой удочке, расположенной спереди у рыбы. Она представляет собой первый луч спинного плавника и лицей. На его конце болтается кожистый нарост, эска. Для того, чтобы висюлька на костяшке стала желанной приманкой, удильщик снабдил ее специфическими микроорганизмами. А еще эти рыбы необычны тем, что вместо привычного всем спаривания, они в прямом смысле сливаются друг с другом. Происходит это либо полностью, либо частично. Вот это я понимаю, настоящая любовь. Благо, такие монстры обитают на большой глубине, и мы их видим нечасто. Однако порой бывают и исключения из правил. Так, на уже упомянутом в начале месте пляже Калифорнии очевидцы нашли эту самую рыбу удильщика. Им посчастливилось встретиться с самкой. Соприжена ли она с кем-то, лично я так и не понял. Поэтому шарящие люди подскажите в комментариях. А на очереди у нас выброшенное каким-то образом на берег существо, которое занимает почетное второе место в списке самых больших существ на Земле. Речь идет о Фенвале. К слову, это создание способно быть под водой до 15 минут и за это время погружается на 250 метров. Для наглядности это сопоставимо с 80 этажом. При этом весит Фенвал 48 и более тонн, а в длину достигает 27 метров. Этот мощнейший гигант каким-то образом очутился на территории юго-западной Англии. Его туша лежала на скалах прямо рядом с водой и, очевидно, была без движения. Со стороны может показаться, что это какая-то постройка, снятая издалека или что-то вроде того, настолько животное, массивное и необъятное. Причины его появления на суше неизвестны, но учитывая состояние кита на момент совершения фото, туша пролежала там определенно больше нескольких недель. Кошелоты. Эти создания могут заглатывать камни с морского дна. Они помогают им измельчать пищу в желудке. Но в день проведения этой съемки, по иронии судьбы, издалека сами кошелоты были похожи на камни, выброшенные на берег. На берег все той же Англии вынесло сразу трех кошелотов. Конечно, это не могло остаться незамеченным, и уже через несколько часов там была толпа людей, желающая воочию посмотреть на этих огромных созданий. Пускай и уже на бездыханных. Как заявили ученые, хоть кошелоты и довольно крупные существа, они легко могут прятаться на мелководье. Возможно, из-за этого и пары-тройки других несчастливых совпадений создания повредили свои конечности, и раненые уже не смогли вернуться к своей стае. Предположительно, в живых осталось еще трое кошелотов, судьба которых неизвестна. Я бы хотел рассказать вам пару любопытных фактов о кошелотах. Итак, голова кошелота – это его визитная карточка. Она имеет прямоугольную форму и занимает треть его тела. Кошелот имеет самый крупный в мире мозг, который может достигать веса в 8 килограммов. А еще питание кошелота состоит на 80% из кальмаров, остальной рацион составляет рыба. Желудок этого кита может вмещать 500 литров жидкости, а длина их кишечника составляет 160 метров. Примечательно, что из тел кошелотов извлекали кальмаров до 10 метров в длину. Вот так послушаешь про тех же кошелотов и подумаешь про себя, что надо быть какой-то суперрыбой, чтобы выживать рядом с такими созданиями. А потом взглянешь на рыбу-луну и задаешься вопросом, как вообще это чудо выживает. Да, пускай она имеет рекордный вес среди костных рыб, но ведь этого все равно мало, да и постоять за себя она не может. Нет никакого там яда, никаких острейших зубов и тому подобного. Так в чем же секрет? А секрет в плодороде, за раз это создание может метать до 300 миллионов икринок. При этом вылупившиеся создания имеют прочный и острый панцирь, который исчезнет во время взросления. Поэтому искоренить их вид вряд ли кому удастся. Это я к тому, что не стоит слишком сильно переживать и накручивать себя за вот эту вот найденную в районах Австралии рыбу. Сперва ее вообще приняли за огромное бревно, настолько она не похожа на остальных. Но на берегу, естественно, отличить рыбу-луну уже не будет трудно. В длину рыбка была больше двух метров и весила несколько сотен килограммов. К слову, это еще не самые крупные из зафиксированных габаритов. Эти рыбки могут вырастать до трех метров в длину, более четырех в высоту и весить до двух с половиной тонн. Да еще и этот плавник заставляет думать, что где-то там под водой не рыба-луна, а крупная акула. Как вам находочка? Вы бы тоже пошли первым делом делать селфи с этим существом? Или проявили бы милосердие и сделали что-то другое? Напишите в комментариях. Непонятно что. Это нашли очевидцы у берегов Мексики. Создание с первого раза мне показалось большим кальмаром или осьминогом, но приглядевшись, я поменял свое решение. Я вообще теперь не знаю, что это такое. Вроде как у него есть щупальца, а вроде не такие, как у всех. Да еще и эти огромные размеры сводят с ума. Создание полностью черное, как будто оно уже выцвело на солнце, настолько долго пролежало на воздухе. Плюс конечности у него окаменевшие. Быть может это все вовсе фальсификация для набора просмотров? Хотя нет, все-таки смотрится оно реально правдоподобно. Думаю, люди не смогли бы соорудить подобное лишь для какого-то пранка. Ну так что, какое название дадим этому загадочному существу? Синий кит Сегодня мы с вами уже говорили про второе по габаритам существо на Земле – Финвала. А значит, нельзя не упомянуть и синего кита. Он, а точнее его выброшенное на берег тело, навело куда больше шороху и паники среди окружающих. Все дело в том, что тело синего кита просто-напросто вздулось. Наверняка многие из вас даже подумать про себя не могли, что такое возможно где-то, кроме как в мультиках. Но такое бывает. Дело в том, что после остановки работы органов, телу просто некуда выпускать углекислый газ с прочими отходами. Этот процесс повышает кислотность в клетках, они теряют структурную целостность, и ткани начинают разрушаться. Кроме того, бактерии, которые попадают в тело кита естественным образом, например, через дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, начинают размножаться, образуя в организме углеводы, липиды и белки. Этот процесс является гнилостным, что приводит к разжижению органов, а также образованию в теле океанического гиганта различных газов по типу углекислого, метана и азота. Газы вызывают перегрузку тела, что влияет на его размеры. Бывает, что тело увеличивается вдвое, как на видео. В момент, когда давление в теле кита становится слишком высоким, газы начинают выходить из естественных отверстий. И просто поверьте, лучше вам этого не нюхать. А что еще противнее и в каком-то смысле опаснее, кит в любой момент может взорваться от перенапряжения. Именно поэтому на видео люди так обеспокоены многотонным китом, оказавшимся у берега и бьющимся о камни. Но, насколько известно, ни о каком взрыве они не говорили. Значит, все обошлось. Несси? Да-да, речь все о том несчастном жителе озера Лох-Несс. Жителе, которому все уже надоели, которому никто, даже если он существует, не дает покоя. А впрочем, это уже не важно. Ведь какой-то парень опубликовал в социальной сети вот это фото. Разумеется, и он сам, и многие зрители в первую очередь подумали на Лох-Несское чудовище, ведь произошло все рядом с озером, да еще и габариты у существа очень странные. К дискуссии даже подключился профессор, высказавший мнение, что это представитель одного из видов китообразных. Но согласитесь, верить в какого-то там скучного кита – не лучшая идея. Куда прикольнее поверить, что это скелет долгожданного Лох-Нессского чудовища. Согласны? Глобстер. Кто не знает, это такая странная органическая масса, вымываемая на берега океанов. Говорю я это к тому, что именно ее нашли у берегов Сан-Антонио на Филиппинах. Шестиметрового, дурно пахнущего монстра, покрытого чем-то напоминающим волосы, обнаружили местные жители. Его запах оказался необычайно мерзким даже для специалистов, которые приехали взять пробы, чтобы установить видовую принадлежность существа. Просто представьте, каково работникам разбираться в этой склизкой туши, чтобы определить вид. Тот самый момент, когда стоит задуматься о своей работе и дружно сказать, как мы все ее любим. А на этом все. Напишите в комментариях, какое существо поразило вас больше всего. И спасибо вам большое за просмотр.